Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Лесли и добро пожаловать ко мне на мой вышивальный канал. В этом видео я буду вам показывать, что я навышивала за последние две недели. У меня сейчас уже отпуск. Пять недель оплачиваю отпуска. У меня сейчас время есть на вышивку, но все-таки хочется быть на улице, в хорошую погоду, гулять в парках. Везде хочется быть и не так сильно уже хочется вышивать. Я в основном люблю вышивать, когда погода плохая, когда хорошо на улице, тепло, хочется быть на улице и гулять. Но я вам покажу, что я вышиваю и как по традиции вам покажу немножко Стокгольма. Так что не переключайтесь, будет интересно. Сегодня у нас 19 июня на календаре и у меня новый старт. Хочу начать вышивать вот такой набор от Dimensions. Это раритетный набор за 2002 год. Вот такие красивые, замечательные, яркие африканки. Очень они нравятся. Здесь получается, что у нас здесь написано. Минуточку, покажу вам поближе. Здесь у нас есть металлическая металлика. Есть 14-ая Аида черного цвета. Да, до 2002 год. И будет 41 на 38 сантиметров. 14-ая основа. Нет, здесь получается 41 на 38 это основа, но готовая работа будет, ну здесь написано, 30 на 28 сантиметров. Скажу вам поближе. Вот так она будет выглядеть. И с обратной стороны, здесь мы видим черная основа, органайзер вижу, инструкция, ну и нитки. И это американская сборка, поскольку в китайской сборке все навешано уже на органайзер, а здесь мне придется ниточки все полностью рассортировать и навесить на вот этот органайзер. Вот вам превью. Надеюсь, можно просмотреть поближе, чтобы не бликовало. Единственное, что мне здесь не нравится, например, здесь фон, он как бы, вот здесь он есть, а здесь как бы просто пустое место. Мне это не нравится, наверное, я все-таки буду дальше вышивать. Вот здесь вот есть фон, вышивается, а здесь ничего нет. Наверное, все-таки я полностью все запомню, потому что оно как-то очень непонятно выглядит без этого фона, если он не везде. Картонка, инструкция, как вышивать, как натягивать на рамку. Чуть-чуть я покажу вам схему. Здесь получатся будут бленды, очень много блендов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь блендер здесь будет. И будет, конечно же, backstitch. Это первый лист. Ну, конечно, вот здесь нет, иголочка. Иголочка. Здесь две иголочки. Потолще и для бэкстича и для вышивки. Цвета, сильная, цветосимвольная схема. Мне такие нравятся, но мелкая. Немножко мелковато. Вот органайзер. Очень такой картонка. Ну, даже не картонка, а то бумажка. Посмотрим, буду я его использовать или нет. Посмотрим. Черная основа. Четырнадцатая. Такая грубоватая. Да, да, очень грубая. Посмотрим, как будет. Ну, плюс грубая основа, это то, что можно вышивать на руке. И крестики на ней будут получаться очень ровные. И ниточки, которые мне придется все разбирать. Да, здесь получатся раз, два. И металлик здесь тоже есть. Так вот. Раз и два. Вот так. Ну что, приступлю. Я и буду перекладывать все, перевешивать ниточки на органайзер. И начну вышивать. Так что, пожелайте мне удачи. Первую работу, которую я вам буду показывать, это такой набор от Dimensions. Раритетный набор за 2002 год. Называется Perfect Patio. И вышивается на такой конве 14-го каунта. Такой бежево-кремового цвета. Это не американская сборка, это китайская. И поэтому здесь конва очень-очень такая жесткая, грубая. На ней тяжело вышивать в два прокола. Перед тем, как я вам покажу, что я вышила, я вам покажу фотографии того, как эта работа выглядела в прошлый раз, когда я вам ее показывала. Вот вам фотография. А вот то, что я вышила. Я вышила, начала вышивать цветы вот здесь на подоконнике. Я думала, здесь будет тяжело вышиваться. Но все-таки не так уж оно и тяжело, потому что схема, она цветосимвольная. И по ней очень легко вышивается. Вот здесь я так вышила. Буду дальше продвигаться, идти вверх вот сюда. Окно хочу вышить. Ну и закончить эту работу вот этой веткой. Очень мне нравится. Результат вообще очень красивый. Бэкстич, хоть и очень не очень легкий, но он творит чудеса. Без бэкстича такой бы красоты бы не было. Мне все нравится. И я буду продолжать вышивать. Хотелось бы закончить эту работу к концу этого лета. Здесь есть бленды. Их немало. Вышивается здесь, например, вот это полукрестом. Вот эта часть, вот эти, как его сказать, кирпичи. Вышиваются полукрестом в одну или в две нитки. Ну и, конечно, бленды, как я уже сказала. Идем. Могу вам показать немножко поближе, если кому интересно. Вот так выглядит моя работа. Идем дальше. Дальше у меня идет работа от, или набор от Риолис. Вот такие вот динозавры. Называются Эра Динозавров. Вышивается на конве от Свайгорд. 14 основа. Готовая работа будет 40 на 40 сантиметров. Вышивается нитками Анкор. Очень яркие, классные нитки. И перед тем, как я вам покажу, что я вышила, я вам покажу то, как эта работа выглядела в прошлый раз, когда я вам ее показывала. Вот вам фотография. А вот то, что я вышила. Я уже, как и хотела, дошла до конца. То есть до вот этой части. Вот здесь я вышила. Вот эту часть. Я хотела дойти до полей, чтобы узнать, насколько большие у меня поля. Они не очень такие уже и большие. Нещедрые. Но вышиваются достаточно легко. Быстро, яркие цвета. Здесь есть бленды. И, конечно, вышиваются в основном в две нитки. Но есть цвета, которые вышиваются в три нитки. И в основном это те цвета, которые очень темные. Чем темнее цвет, чем большая вероятность того, что вам надо будет вышивать в три нитки. Например, вот это стебло или, я не знаю, сорняк. А оно вышивается в три нитки. А вот здесь, например, здесь у меня идут бленды. И вот здесь тоже бленд. Скажу вам поближе. Как я уже сказала, вышиваются очень легко. Ничего такого особо сложного нет. Буду дальше вышивать. Вот только еще не определила в сети, куда я буду идти. И как бы нижний, вот эту нижнюю часть уже вышила. Куда дальше, я не знаю, может быть продолжать вышивать тело этого динозавра. Или вот здесь в папоротник. Посмотрим, я еще не определилась. Немножко меня, конечно, смущает то, что мне написали в комментариях, что кто-то вышивала эту работу, и она очень сильно поленяла. Но это немножко беспокоит. Не знаю, буду я ее стирать или нет. Скорее всего, да? Ну, это, да, немножко это волнует. Ну, посмотрим. Организация не так у меня прежняя. Здесь вот такие вот красивые яркие ниточки на планшетках. Четыре планшетки здесь. Очень классные нитки. Очень мне нравятся вот эти цвета. Зеленые, розовые, фиолетовые. Ну, и, конечно, я беру такой органайзер. Единственное, что мне не нравится вот эта картонка. Она очень-очень такая мягкая, очень тонкая. И как будто она может поломаться в любое время. Мне нравятся картонки-бабинки от Мережки. Там вот цвета, мне не нравятся, но там более плотный картон. А здесь он очень-очень такой мягкий. Идем дальше. Что у меня идет? Вот это мой набор. Новый набор, который я начала от Dimensions. Это раритетный набор за 2002 год. Американская сборка. То есть, вот если мы сравним вот это. Вот здесь. Это набор китайской сборки. А это набор американской сборки. Тоже там за 2002 год. Вот такие красивые американские дамы. Очень они мне нравятся. Мне нравятся цвета. Яркие, очень такие насыщенные цвета. Вышивается на черной основе. 14-го каунта. И здесь основа. Сначала она мне показалась немножко такой грубой. Жесткой. Но чем больше она начала вышивать, чем она мягче встает в руках. Поэтому она намного легче. На ней намного легче вышивать, чем на вот этой основе китайской сборки. Я вам покажу сейчас ниточки. Я их уже все рассортировала и навесила на вот такой органайзер простой. Видите, какие классные яркие нитки. Разбирать было их несложно совсем. Быстренько все прошло. И сколько здесь цветов? Здесь у меня 30 цветов и 1 металлик. То есть 31 можно считать. Вот так. Мне нравится, что металлик все время путается здесь. Ну и сейчас я вам покажу, что я вышила. Я вышила вот эту нижнюю часть. То есть вот эту юбку вот этой дамы справа. Вот она здесь. Бэксич еще не успела сделать. И начала вот эту юбку вот этой второй африканки. И, конечно, немножко вот я захватила фона. В принципе, сейчас я никаких проблем у меня нет. И вышивается довольно-таки легко. Даже если это черная основа, но все равно при хорошем осветлении, а я лампу включаю даже при дневном свете летом, вышивается без проблем. У меня как-то с этим проблем не было. Я помню, когда я сначала, давно начинала первый раз вышивать на черной основе. Это еще было даже зимой. У нас в Швеции зима очень-очень темная. У нас мало дневного цвета зимой. Очень-очень мало. С 8 до 2 часов, может, светло. Это в Стокгольме. А на севере еще хуже. Тогда, когда я первый раз вышивала, мне было сложно. Но чем больше я начала вышивать, чем больше мне стало легче, и чем больше мне это нравилось. И я этого сейчас совсем не боюсь. Хорошая лампа, сильная лампа, будет без проблем. Ну, вот то, что я вышила, буду дальше вышивать. А на этом у меня все. Пишите в комментариях, какая работа вам больше всего понравилась. Какое вы хотите, чтобы я вышивала в отпуске. Может быть, какой-то из моих старых работ. А сейчас я вам покажу немножко Стокгольма. Так что на встрече на моем канале. Всем всех благ. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok